Вместо обшарпанной подпорной стены яркий арт-объект. Владивосток рад простому ремонту стен, а когда за дело берутся оформители и вдруг из ничего возникает целая живописная история в морском стиле, все в восторге. Известные уличные художники Дальнего Востока съехались в столицу Приморья, чтобы подарить свое творчество горожанам и туристам. Раньше здесь были изображены портреты Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Луи Амстронга и других легендарных музыкантов. Однако со временем краска облезла и сама стена стала выглядеть непрезентабельно, поэтому художникам дали добро, чтобы преобразить общественное пространство. Каждый художник воплощает свой замысел, в творчестве их не ограничивали и молодые люди смогли дать волю самовыражению. У каждой из картин своя история, однако рассматривать их как разобщенные не стоит, в итоговом варианте все работы должны стать единым целым. Общая концепция ясна, я думаю, да, у нас есть морячок, который отдыхает и вспоминает, думает о чем-то своем. Именно этот моряк – главный герой арт-объекта. Рядом с ним русал протягивает ракушку, лежащей на камне русалки, словно делая девушке предложение. Ну и такая некая романтическая картина получается. Ну, я немножко прорисую сейчас, получается, ракушку, и она будет более красивее и живописнее будет. А я по большей части люблю просто какие-то такие живописные, милые рисунки, какие-то картины, вот. И, ну, я вот решил какую-то более-менее такую тематику общеизвестную взять, вот именно с морем связано там. Все остальные работы – это сны моряка, порой странные, а иногда яркие. Здесь и темнокожая русалка Ариэль и череп со слизнем в стиле пиратов Карибского моря. Жизнь у моря накладывает отпечаток и на сновидения. Первый образ, который приходит персонажу – водолаз и мирно плавающая рядом с ним акула. Далее показана работа вулканолога и следующего недра вулкана в огнеупорном серебристом костюме. Не обошлось и без домашних питомцев. Один из художников решил нарисовать на подпорной стене своего кота. А здесь показана простая житейская ситуация – разбросанный по полу конструктор, который оказывается под ногой. Последней картиной стала девушка с осколком зеркала. Эта фраза пока не дописана. Художники предлагают жителям города самим выразить, что для них значит Владивосток. Вариантов много, но авторы сошлись на одной фразе – Владивосток – город, который мы любим. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.